Женщины битые больше, сильнее, чаще, а помощи меньше. Вот все это там нравится, не нравится, торпимая красавица. Так ты посмотри, вот эти все посохи, жезлы. Столы даже у некоторых. Да, да, да. А материться можно? Вы материтесь своей передачей? Да, куда? Отлично. Наличие члена и власть – это абсолютно связанные для нас явления. Почему у вас нету, а у нас есть, или наоборот. А у меня что? Руки на одеяло, мастурбация наказуема, просмотр фильмов наказуем. На улице страх – ищи дома страх. На улице агрессия – ищи дома агрессию. И наоборот. Женщины, которые выходят из насильственных отношений, ветераны войны, они показывают абсолютно схожие симптомы. Добрый день. Это программа «Фактура». Мы сегодня в открытом пространстве, в гостях. И с нами Маргарита Исламгулова. Маргарита, ты расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Ты что пришла? Я психолог и сексолог, семейный терапевт. Живу в Петербурге. Веду группу поддержки для женщин. Работаю на кризисной телефонной линии, ну, кризисной психологической телефонной линии. Ну, вот такое. Я знаю, что ты проводишь группу поддержки для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Это изначально была группа поддержки для женщин, которые столкнулись с домашним насилием. Потом началась пандемия. Мы стали просто группой поддержки в трудной ситуации. А сейчас мы просто, по-моему, группа поддержки, потому что трудная ситуация такая стала фоновой и продолжительной. Поэтому, да, сейчас мы не фокусируемся на насилии. Просто приходят все, кому тяжело, кому некуда прийти, кому хочется с кем-то побыть. В общем, совершенно разными запросами. Да, и ты зачитала диссертацию о домашнем насилии. Очень классно. Я ее вообще с большим... Прорвался? Да, я с удовольствием прочитал. Очень здорово написано. И, ну, очень важная тема. А что такое вообще домашнее насилие? Ну, в принципе, это любые мучения, с которыми ты сталкиваешься за дверями того места, которое ты считаешь домом. Это насилие со стороны партнера, либо супруга. Но, вообще-то, не менее редко, на самом деле, встречается там насилие со стороны родителей, со стороны, особенно, отчимов, там, дядь и так далее. Если это молодая женщина, беззащитная. Со стороны детей, в конце концов. Ну, и, соответственно, там разные типы, да. Это не только поколотил или там приложил обдверную ручку. Есть еще экономическое насилие. Это такое контроль и ограничение с помощью денег. Есть психологическое унижение, оскорбление, обиды. Вот это все, жестокость. Тема очень острая, к счастью, в последнее время, в последние годы. Ну, такое, наверное, больше с подачи чуть-чуть западной культуры. Стало в наше тоже пространство информационное просачиваться. Вот эта поездка, что вообще-то это ненормально, что об этом нужно говорить. Стали считать, спрашивать женщин, опрашивать. Статистика чудовищная. Там чуть ли не 40%. Известный плакат, каждая вторая. Честно говоря, может быть, есть такая у психологов наблюдение такое, что идут обычно те клиенты, на которых ты настроен, с кем получается работать. Может быть, так. Может быть, еще почему-то. Но моя выборка говорит о том, что я вообще, честно говоря, женщин, которые за всю жизнь не столкнулись ни разу с насилием со стороны кого-то из близких или с каким-то похожим переживанием, по-моему, я не видела. И это наводит такое жутковатое размышление. Поэтому, да, лучше делать, чем не делать. Поэтому я взяла эту группу. Сейчас я ее веду одна. И на основе нашей работы несколько лет не написала вот эту диссертацию, которую как раз ты видела. Поэтому я взяла эту тему, потому что вот у меня есть опыт, и потому что как-то, ну вот, что-то, как избитая фраза очень откликается. Почему-то было важно этим заниматься. Было легкое сопротивление со стороны института, потому что я заканчивалась тут. Он такой достаточно традиционный, государственный. И научрук, и руководство там. Ну, как-то мне эта тема тяжелая, не беритесь. Потом мне запретили говорить про секс в исследовательской работе. А это как бы половина вообще-то травматических ситуаций. Ну, в итоге, как ты договорились, в общем, был легкий торг на эту тему. Поэтому, ну, вот такое. Заходишь в инстаграм. Может, у меня такой инстаграм сейчас уже. Заходишь в инстаграм, вроде все про все говорят. Есть активисты, есть статьи, есть информация. А приходишь, ну, там, в реальный коллектив, особенно чуть постарше, и наталкиваешься на сопротивление. Все-таки наш какой-то традиционный, наверное, культурный код говорит помалкивать про это. Ты имеешь в виду о сексе, да? О сексе, о том, что происходит между мужем и женой дома. Вообще о том, что происходит дома между людьми. Что, с одной стороны, оправдано, да, должна быть какая-то прайвеси. С другой стороны, не в тех направлениях, где речь идет о страдании человеческом. Ну, у нас еще плюс такое, и, там, не знаю, от демостроя до советского строя, да, какое-то такое еще было. Ну, положение женщины такое двоякое. Вроде как еще была война, мало мужчин. Ну, кажется, у нас и сейчас есть, да, какой-то демографический перекос в том плане, что множество, много молодых мужчин активных каких-то, они либо в тюрьмах, либо еще где-то, и очень, кажется, много. Да, да. Ну, я же говорю, это такая, во-первых, весь 20-й век, потери, 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 там просто реально не хватало мужчин. Если посмотреть на, опять же, демографические статистики, видно, что выровнялось-то только вот, ну, там, в 80-х начало рождаться примерно поровну, там, к концу 80-х, из 90-х, вот выросли дети 90-х, там чуть-чуть более-менее мальчиков и девочек поровну. И сейчас снова в яму, да, ты прав, потому что те, которые сейчас живые, половозрелые, они оседают там в разных местах, рано умирают, соответственно, а рождают, то есть, ну, больше, там, женщин. Соответственно, да, женщины, получается, берут на себя многие функции, а что еще делать? Особенно сейчас, учитывая политическую обстановку, сейчас я чувствую снова нам это. Да, сейчас, действительно, мы просто еще не сказали, просто, наверное, я думаю, это очевидно, как бы, ну, это очевидная какая-то вещь, что домашнее насилие, оно характеризуется каким-то паттерном, то есть, это какая-то повторяющаяся что-то, да? Конечно, да, да. Есть конкретный, ну, то, что мы называем там, есть цикл, да, это обычно идет по кругу, и он всегда узнаваемый. То есть, сначала там, когда подбирается условный насильник, условный жертве, я говорю условный, потому что, на самом деле, часто случается такое, что агрессору тоже, ну, нужна помощь, и мы стараемся не отказывать. То есть, сначала это некое установление контроля, мягкое чаще всего, там, давай будешь больше дружить со мной, давай будешь больше все-таки любить меня, а ты что, совсем меня не любишь? А други у тебя странные. А други странные у тебя, они тебя научкивают, да, да, да. Мама на тебя слишком сильно влияет. Ну, в общем, такое происходит отделение, да, изоляция человека. А потом уже, ну, собственно, непосредственно цикл, который, ну, там, с любой точки отчета можно брать. Обычно это некоторое напряжение, конфликты, недомолвки, что-то такое, да, неудовлетворенность, напряжение растет, 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 происходит эксцесс, то есть, какой-то акт насилия, это может быть скандал, это может быть избиение, это может быть просто унижение, там, ограничение в чем-то, изнасилование, да, что у нас это отдельная тема, что муж как будто бы не может изнасиловать жену, раз он ее муж. Ну, соответственно, очень многие женщины по многу раз в жизни, к сожалению, переживают изнасилование, даже не имея оснований об этом сказать. Он же муж, это же долг, надо, вот это все. Происходит так насилие, потом такой период вины, обычно, ну, особенно в первые, там, в первые годы, это извинения, обещания, договоренности, и пара, сейчас уже бывают, там, тройственные союзы, да, там, не моногамные, выходит в такой период, который называется медовый месяц. Это когда им кажется, что действительно что-то изменилось, все это до начала нового напряжения. И мы выходим на следующий итог. Напряжение растет, снова эксцесс, со временем, что, ну, такие, это такие фичи насилия, да, которые во всем можно увидеть. Это не только в отношениях супружеских или партнерских. Мы это можем видеть на больших масштабах, там, политических, социальных, в группах. Да и вообще, конечно, кажется, что с зависимостью, в принципе, вот то, что... Зависимостью, да, да, да. Они вообще очень многим похожи, вот эти вот механизмы развития, привыкания, потому что, естественно, если женщина много-много живет в таком, ну, вот в таком положении, да, и никак не может, или ей кажется, что она не может на это повлиять, и помощи никакой нет, у нее, естественно, вырастает свой там цикл. То есть она его, сама того не желая, поддерживает. Я, собственно, об этом писала. Это был мой главный научный интерес в диссертации. Как мы сами воспроизводим, поддерживаем эту систему, как с этим быть вообще. То есть это такой стокгольмский синдром на таком личном уровне, или что-то другое? Ну, это по-разному, да, стокгольмский синдром, это, ну, по-разному может быть, да, там все-таки речь идет о каких-то нежных чувствах. Тут очень много нюансов. Кому-то кажется, что они спасают там что-то, кому-то кажется, что это ради детей. Очень многие женщины просто не знают, что есть помощь. Ну, и если честно, то помощь как бы есть там в больших городах, да, в средних умеренно, ну, сейчас удаленно стало больше. В маленьком городе ты, в принципе, не можешь там анонимно никуда сходить, никуда обратиться. Не хватает просвещения, не хватает информирования. И у нас практически совсем отсутствует работа, вот как раз то, о чем я сказала раньше, работа с, ну, там, словным агрессором. Это называется автор насилия. И вот с ними не делается ничего, причем не с карательной точки зрения, да, вот эти же, опять же, да, нереагирующие органы. Я так понимаю, что у нас же закон о домашнем насилии, он вроде там что-то болтался в Думе, но его так пока и не приняли, да? Его не приняли. И наоборот, у нас декриминализовали насилие домашнее, скорее ужесточили, легализовали вот эти вот всякие, можно и приложить, можно там всякое. Это тоже тонкий момент, потому что, учитывая там всю нашу систему и правоохранительную, и судебную, и, ну, и мы все знаем, да, где мы живем, понятно, что если там любой закон чреват манипуляциями, хитростями, перевертываниями, поэтому... Но все-таки сейчас, откровенно говоря, женщин защищают женщины и волонтеры. Мы сами, по сути, это делаем. А государство не сильно в этом участвует. Закон висит, но вот сейчас, учитывая, что происходит в последние месяцы, это дичайший откат. Вот вроде только-только-только мы начали, а сейчас винтят всех подряд, да, там, еще год назад я спокойно стояла там на митинге за сестер Хачатурян, а сейчас я, ну, наверное, не пошла бы даже учитывая, что меня это продолжает беспокоить. А как ты думаешь, почему государство так поступает и не принимает, ну, вроде бы такой нужный закон? Вот у меня, например, есть гипотеза, что это происходит потому, что этим самым, как будто бы государство делится с, ну, как вот какой-то, условно говоря, большой насильник, делится с маленькими, что вы там насильничаете, мы вас там прокроем, все нормально, но мы и сами, то есть такой как баш на баш. Во-первых, да, есть такая история, чуть перекошенная норма, особенно, ну, если гендерно рассуждать, да, то в сторону мужчин, там, если, опять же, где-то на Западе, я сейчас не защищаю или хочу там как-то отполоскать какую-то систему, да, но на Западе все-таки об этом говорят очень много, наоборот, в другую сторону, там, маятник откачнулся, да, там, в принципе, белые мужчины гендерные по определению уже агрессор или там потенциальный агрессор. У нас наоборот, это человек все-таки по-прежнему, который прав и который, если он там особенно работает и не бухает, то тогда вообще пусть делает, что хочет, он вот молодец, вот молодец он. И как бы дальше уже, а баба, которая ему досталась, она должна быть довольна и в попу вот целовать, и спокойно пощечины прохватывать, и вообще помалкивать, это одно. Ну, и опять же, здесь вот этот там культурно-исторически накопленный опыт, да, мужчин мало, женщин много, они пашут как кони, терпят все, это нормально. Религиозный есть контекст, все-таки у нас много конфессий, но достаточно большая, особенно там дальше, опять же, от центров, от больших городов, достаточно много, и это нормально, религиозных или там словно религиозных людей. А если мы откроем хоть Коран, хоть Библию, там хоть Тору, да, мы тоже увидим, где находится женщина относительно мужчины. Такая есть история, то есть культурно продиктована. Почему еще на новый закон и реализацию нужны деньги? Закон-то принять ладно, но на это нужны бабки, а на это этим никто не хочет заниматься. Плюс, мне кажется, что есть еще такая штука, что с этим законом о домашнем насилии там такая произошла путаница, и есть какая-то такая иллюзия, что это мы как бы что-то перенимаем, что мы хотим как у кого-то, что это вот фемки продавили, потому что действительно, поскольку у нас угнетенные, вынужденные там сбиваться в группки, и мы часто там на митинге, профем-митинге мы видим ЛГБТ-представителей, то есть мы часто там объединяемся, да, как какие-то самостоятельные защитники собственных прав, ну и друг друга. И этому сопротивляются, как вот типа из Гейропы нам навеяло, нам это все не надо было, у нас скрепы другие совсем, мы так не будем, типа, поэтому... Ну вот меня тоже совершенно поразило, что вот ты пишешь о том, что... Ну, то есть данные говорят о том, что 97% дел, связанных с домашним насилием, даже не доходят до суда. Это если их открыли, это если кто-то приехал. Наверное, частично это происходит от того, что сами жертвы забирают заявление, да? Или забирают, да, наверняка там многие видели вот эти вот домашние, уличные сцены, знаешь, где он ее мутузит, она там его... Ванечка, что же ты? И потом, значит, они в обнимку идут домой. Есть такая история. Я даже участвовал в таком. Вот, да, да, да. Вообще-то почему-то в среднем, я вот в какой-то момент даже проводила опрос, у каждого россиянина есть опыт разъема какой-то семьи, и каждый на своей шкуре понял, что это дело неблагородное, неблагодарное. Благородное может быть, благодарное нет. Во-первых... Во-вторых, страшно, да? Я пошла, написала заявление, и мне потом к этому же чуваку идти домой. Там, когда его рассмотрят это заявление, кто придет, что они... Как они меня защитят? Ну что, придет участковый ко мне домой? Я же за это потом и прохвачу там удвоенных, да? Поэтому страшновато. В-третьих, почти официальная позиция органов. Что такой статьи нет, что вы там сами вот это разбираетесь, в общем, ну, достаточно распространенная трудность, что у тебя... Ладно, там до суда они доходят, тебя не берут заявление. То есть просто не берут, да? Типа разбираетесь сами там. Да, да, да. Ну и мы понимаем, что насилие, оно часто... Оно же еще там как-то социально обусловлено, да, ну там микросоциально. То есть это часто люди там из маргинализированных семей, они социально неустроены, там есть зависимость, алкоголизм, наркомания. Ну вот эти штуки. Часто бывает такое, что этих людей просто никто не слушает. Женщин тем более. Многие благотворительные, волонтерские организации, они между собой... В общем, ты их знаешь, и вы общаетесь. И я одно время разговаривала с психологами, которые работают на члежке. Там вообще ни одной нету женщины без насилия. Просто ни одной. Если моя статистика среди условной нормы это половина, там все. И это тоже женщины, которым вовремя не помогли. Этой системы нету. Она не подхватывает тебя, не отпружинивает, и ты не можешь на нее полагаться. Ты уже довольно давно занимаешься. Уже сколько? Года 4-5? Ну, 5 лет, да. 5 лет. Как вот по твоим ощущениям изменилось что-то? Конечно, изменилось. Я очень хочется найти уголок, который не изменился, но сейчас я уже такого не нахожу нигде. Знаешь, есть вот эти всем известные стадии принятия большого потрясения, утраты, горя. Сначала был шок, и там первые группы после 24 февраля просто это были слезы, такие. Кто-то приходил там повыть, поистерить. Причем группа такая, поскольку она бесплатная, общедоступная, пришлось вводить специальный, как это называется, дисклеймер, что типа с любой позиции можно. Вы приходите по-любому, потому что, ну, действительно мнения разделились, а плохо-то всем по-настоящему. Потом включился гнев, потом страх. Все вместе. Страх за мужчин, за своих, да, в первую очередь, там, за мужей, за сыновей, за братьев. Потом все стали терять друзей, включая меня. Начали уезжать, наши бойфренды, братья, друзья, да и вообще целые семьи, целые, там, весь март прошел под эгидой разъездов. Валяризация такая. Было несколько встреч на группе, когда мы просто встречались и большую часть времени молчали, потому что понимали, что у нас сейчас примерно половину, половину-наполовину разошлись мнения, и триггерит так, что тяжело говорить, и вы просто, а вот побыть рядом с кем-то хочется. Выросла страшнейшая нагрузка, естественно, на женщин. Ну, это как всегда. Чуть что происходит в обществе, женщины начинают там больше работать, потому что цены растут, и, как бы, никто особо не предусматривает эти моменты, как собираются люди выживать, особенно те, кто там один, те, кто никак не прикрыт чьим-то еще заработкам. Самая мрачная тенденция, это, конечно, то, что касается насилия, потому что, в принципе, любое повышение, там, злости, и любое повышение страха в обществе сразу же бьет по, ну, по личным взаимоотношениям, и там, где они были тяжелые, с тенденцией к насилию, агрессивные, там все обострилось. Любить сейчас тяжеловато, а вот, а страх с агрессией, они такие немножечко, ну, страх и злость немножечко две стороны как бы одной медальки, и поэтому я вовне, как бы, ну, не знаю, например, вовне я сильно злюсь, а домой я прихожу и боюсь, я не могу вообще ничего сказать, у меня перехватывает горло, да, и наоборот, мне очень страшно там, за людей там, за людей здесь, за то, что происходит с новостями, что происходит с моими старшими родственниками, любые направления страха, например, у мужчины, да, а вот у нас там стигматизировано проявление для мужчин страха, поэтому он ее превращает в злость, и достается она тому, кто под рукой. Женщины биты больше, сильнее, чаще. Любое оправдание насилия ведет к повышению насилия, и если тебе в телеке много раз в день говорят, можно, 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 и не все так однозначно, значит, ну, это идея, это вообще, это парадигма, да, это механизм такого мышления, конечно, фиксируется, можно безнаказанно брать то, что ты хочешь, как бы, теми способами, которые тебе сейчас нравятся, вот и все. Вот, кстати, в психоневрологическом дискурсе есть такое совершенно четкое понятие, как причинение добра, да, когда, и я думаю, мне кажется, в домашнем насилии, наверное, что-то похожее тоже есть. Да, да, конечно, спасательство, есть вот этот, такой, очень известный треугольник Карпмана, я им не особо пользуюсь, он мне не нравится, но, тем не менее, триада, это очень такая сцепка, это очень четкая, насильник, преследователь, там, агрессор, преследователь, жертва, и многие там ошибочно считают, что мы как-то, вот, общество делится на три типа, нет, на самом деле, ты одновременно, прикол в том, что ты одновременно являешься тем и другим, и если ты где-то агрессор, ты неизбежно становишься жертвой, ну, так как мы сейчас все оказались жертвой, соответственно, чем больше разгоняется одна из этих сторон, сейчас я тебя спасу, сейчас я тебя так наспасаю, сейчас я тебя напричиняю такого добра, и под этой гидой, под этим флагом ломаются вообще все, личности, жизни, заборы, как бы, рационализируя, рационализируется этим, это тем, что сейчас все к лучшему, очень сильно к лучшему, ты просто не понимаешь, как тебе надо лучше, я тебе сейчас все сделаю, как надо лучше, много ли ты знаешь о своей жизни. А ты в своей диссертации пользуешься, там вот есть миссисипская шкала, это связано с посттравматическим расстройством, и есть еще один тест, я уж не помню кого, на локус контроль, у меня возникла мысль, что как жертва, так и насильник, или агрессор, что у них, у обоих, по большому счету, локус контроля внешний, совершенно верно, и у обоих какое-то посттравматическое расстройство. Да, да, да. Так и есть, и симптомы очень совпадают, я поэтому говорю, что без там нормальной работы с авторами насилия, мы вообще ничего не добьемся, ну, черпываешь воду из дырявой лодочки, нужно работать с теми, кто и причиняет его тоже, и должны быть специалисты, ну, вот было насилию нет, которые этим занимались, за что их, собственно, и закрыли. Просто, ладно, не буду в это уходить, это меня начнет это потряхивать. Совершенно верно, локус контроль, то есть, кто определяет, как я живу, он и у жертвы, и у агрессора смещен. Жертва считает, что она совсем, ну, или не считает, ощущает, не знаю, внутри тело говорит, страх ей говорит, она совсем-совсем-совсем никак не влияет, он вообще далеко за, да, вот как со мной поступит, так и будет складываться. Агрессор в стадии именно агрессии, это же такое заряжающее чувство, мобилизующее, полностью считает, что он имеет право, что он вообще лучше понимает, что ли, что он вообще как-то когнитивно сохранен, что он что-то соображает, что он может суть, хотя на самом деле и у того, и у другого в фазе острого потрясения и кризиса мышление, восприятие сильно нарушено, и об объективной оценке ситуации нету даже речи, ни для насильника, ни для жертвы. Альга, вот, кстати, есть расхожее такое представление, что если человек один раз совершил насилие, то есть, например, ударил женщину, то это будет продолжаться, так ли это, или, возможно, какие-то варианты выхода из этого? Блин, смотря кто спрашивает. Если спрашивать, если ко мне приходят, у меня были такие случаи, приходят на приём ко мне в кабинет мужчины и говорят, вот я, не знаю, в метро психанул и женщине по ноге зарядил, то с этим можно работать, и если это действительно осознанная какая-то история, что так нельзя делать, что ты чувствуешь внутренне, что ты зашёл за какую-то черту, можно и нужно с этим работать, все шансы не вернуться в это. Если с этим приходит женщина и говорит, ну, подумаешь, разок возле меня по косяку, разок мне по лицу через месяц, однозначно будет повтор, однозначно. То есть, по большому счёту, это, как и, наверное, с любой зависимостью, должна быть воля у того человека, который совершил какой-то акт агрессии к тому, чтобы прекратить это делать? Ну, по-разному. Видишь, на воле вообще-то далеко не уедешь часто. Это сейчас про неё так говорят, что типа там вот давай, втопи, выйди из зоны комфорта. Всё это такая езда на воле. На самом деле воля такой... Не-не-не, ты правильно говоришь всё. Это такая общепринятая иллюзия, что типа воля, она сильнее всех. На самом деле воля, это такая психическая функция, там, как память, как узнавание какое-то. Она падает моментально при стрессе, при кризисе, при перегрузках, при утратах, при плохом питании, плохом сне, при зависимостях развивающихся, при каких-то длительных депрессивных эпизодах или там это депрессивный фон. Воли у тебя вот столько, поэтому рассчитывать, когда человек там типа соберётся, иногда абсолютно бессмысленно ему или нужна там. Иногда фармакологическая поддержка, всегда психотерапия, ну, какие-то такие вещи, там, групповые методы работают хорошо. На волю я бы не рекомендовала полагаться никому. У нас сейчас тоже такое есть какое-то общее, общие стереотипы. Я даже в какой-то момент сам его каким-то образом придерживался, наверное, потому что я философский заканчивал, что психотерапия это для слабаков, это всё вообще, если там, я не знаю, я философ, или я вообще, если я мужик, то, значит, сам надо собраться и как-то справиться. Да, есть такая история, она мешает мужчинам чаще обращаться за помощью, она и женщинам часто мешает. Постепенно, по чуть-чуть, ну, опять же, так вот, из центров, там, из больших городов расходится по стране, да, ну, какое-то понимание, что это нормально обратиться за помощью, что, у тебя, ты вывихнул ногу, ты идёшь к хирургу, у тебя болят почки, ты идёшь к нефрологу, у тебя возникают какие-то серьёзные, там, невротические, даже не просто, у тебя, ты чувствуешь, что с тобой что-то не так с твоим восприятием, с твоими эмоциями, с твоими отношениями, ты идёшь к психотерапевту, и это, ну, как бы, я нормальный такой же специалист, и, ну, там, мало, я не видела, чтобы кто-то пытался перелом преодолеть волей, да, там, сотрясение, надо перетерпеть, тут вот, да, надо обязательно терпеть, вообще, такой культ терпения, он свойственен нашей культуре, эти терпите, те терпите, ну, как бы, не помогает нашей работе, но сейчас уже становится поменьше скреп на эту тему, там, психпросвет как-то работает, в целом, толерантность к этому в обществе растёт. А вот какова схема действия для, есть ли вообще какая-то схема действия, вот когда человек чувствует, что он подвергается, или она домашнему насилию, что вообще ему делать, или ей? Но, всё-таки, самое тяжёлое, это, вот то, о чём ты говоришь, осознать, что то, что происходит, оно происходит там, с тобой, что это система, что это не набор случайных фактов, что твой агрессор, кроме того, что, возможно, там, хороший, любимый, давно знакомый человек, признать, что над тобой совершается, ну, там, мягко говоря, недобрый акт, что поведение, которое происходит у вас дома, там, относительно тебя, это не норма, что оно не закончится, что, ну, отследить этот цикл, да, заметить, что, блин, это повторяющийся паттерн, и, причём, у этого повторяющегося паттерна, ещё одна из особенностей, такая, промежутки, ну, сокращаются, 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 да, там, если, условно говоря, в первый год после свадьбы, это пара ссор, то, там, потом, это пара люлей в сезон, и всё это короче, 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 причём напряжение становится больше, медовый месяц примирения становится меньше, и вот уже, оно там, мелькает со страшной скоростью. Да, это же, наверное, ещё очень сложно осознать, именно потому, что одно из чёртов, изоляция, да, то есть, а как ты... Во-первых, ты изолирован, да, для этого как раз смотри пункт один, зачем изолируют, чтобы потом не было, условно говоря, референтной группы, которая скажет, ты плохо выглядишь, у тебя погас взгляд, а что у тебя на руке, а почему мы больше тебя не видим, а почему ты дёргаешься, когда звонит телефон, да, во-первых, мало с чем сравнить, я же плохо себе, там, при хороших-то раскладах и в хорошие моменты мы, ну, собственные перемены, так мы устроенно отслеживаем, плоховато, ну, внутренние, а здесь ещё, если никто тебя не отражает, условно говоря, никто к тебе там не внимателен, или наоборот, кто-то внимательный, ты скрываешь, тогда, да, плюс очень стыдно, об этом говорить стыдно, до сих пор всё ещё, сейчас-то вроде на слуху, в инсте можно пописать, там, такие дела почитать, значит, можно быть даже информированным, вот к чему я, но между информированностью и тем, чтобы сказать, да, я выбрала такого человека, там, или я оказалась в такой ситуации, это не норма, мне, блин, мне плохо, мне страшно дома, дома страшно, эту идею не очень-то вроде там усложнённую, достаточно тяжело принять, её грустно принимать, она сама по себе это принятие, как бы вот эта идея, ведёт к дальнейшим шагам, как только всё это в твоём сознании уже застопорилась, что всё, надо мной производится насилие, да, ты понимаешь, тебе весь твой разум говорит, надо что-то делать, сама не кончится, она не проходит сама, как жидная боль, там, никуда не уйдёт, будет учащаться, будет усугубляться, вот это всё, поэтому самое тяжёлое и самое первое, что стоит сделать, это постепенно, постепенно обживать вот этот факт внутри себя, что это происходит со мной, что это, ну, там, не моя вина, насильник, ещё агрессор часто вдумчиво много, методично объясняет, что ты меня там вынуждаешь, что видишь, в кого ты меня превращаешь, я тебя предупреждал, типа, как этот старый анекдот про боксёра, я тебе говорил, не открывайся передо мной, вот это вот всё, и опять же, если там женщина с хорошим жизненным опытом попадает впервые в такие отношения, у неё есть некий там, ну, некоторые базы информационные, она быстро отсечёт, что что-то не то, быстро, она, ну, вряд ли это зайдёт так далеко, а если это девушка, которая сначала выросла в такой семье, это происходило дома, там, со стороны родителей в том или ином виде, потом она, значит, перешла в своё замужество, это, как бы, подхватила, да, более того, нашла такого мужчину, которому позволительно, проявлять какие-то агрессивные действия, то, ну, это уже такая, как бы, типа, патология становится нормой, и больше, ну, мой опыт, большую часть времени и самая тяжёлая работа здесь как раз над тем, чтобы через слёзы, через отрицание, через обиду, через чувство, там, усиливающейся опасности, что иначе развалится брак, всё-таки постепенно прийти к тому, что это со мной происходит, меня насилуют, меня бьют, меня унижают, и со мной, вообще-то, так нельзя, потому что ни с кем так нельзя, и когда мне объясняют, что я этого заслуживаю, это, ну, мягко говоря, манипуляция, да, это тяжело. Это же про власть история, да, и поэтому женщина, когда постепенно начинает понимать, что это не норм далеко, и надо что-то делать, понимать, что если она начнёт вообще что-то делать, это для неё означает всё, бездомность, нищета, отбор детей, скандалы, угрозы, преследования, и вот это всё по списочку. По поводу того, что ты говоришь, я вот, во-первых, философ, во-вторых, мужик, да, и в-третьих, русский мужик, это как бы, мне в психотерапии вообще никак, меня внутренние, как бы, внутренние братва не поймёт, внешние тоже. Внутренние братва, это классно. Внутренние братва, да, да, типа, тут я, может, никому не скажу, но внутри-то я понимаю, что там вообще не по понятиям история сложилась. Здесь важно помнить такой момент, что вообще-то независимо от интеллекта, независимо от возраста, независимо от развитости, образованности, культурности, да, там вообще-то психологические сложности, они не зависят от, они с интеллектом вообще никак не связаны. Более того, иногда интеллект даже мешает, потому что мы там более убедительно рационализируем себе какую-то хрень. Это точно. Да, да, да. То есть это, наоборот, нас фиксирует в этом, ну, в каких-то неблагоприятных ситуациях может так случиться. Суть в том, что свои многие, ну, то есть у каждого человека есть некое слепое пятно. То, что для меня, ну, субъективно невыносимо переживать, невыносимо, я не могу с этим смириться, я убегаю, включаю какие-то защиты, и у меня эта информация о том, что действительно происходит, у меня её нет. Я могу удуматься вообще, я могу прочитать тысячу книг по психологии, могу там, могу, ну, в общем, скоро угодно убедить она, себе и другим доказывать, показывать, демонстрировать, что всё ок, что я там вывожу сам, что мне никто не нужен, а самое мое любимое, это я про себя всё понял, ну, вот может быть на смертном Адре, там, 90-летний старик в последние три минуты жизни что-то поймёт, как Мамонов, знаешь, говорил, под конец бы жизни стать нормальным человеком, а остальное, это путь к этому, и кем бы ты ни являлся, и сколько бы ты, там, всего не знал и не познал о себе, о других, какой бы опыт у тебя ни был, никто не застрахован от слепого пятна, есть что-то, что ты не замечаешь, и ты это чувствуешь, и что ты не опускаешь, как бы, в сознание, мозг у нас так устроен, он очень любит неприятные факты о себе, очень любит, поэтому такие штуки, как, типа, подождите, я агрессор, или там, условно говоря, подождите, я тот человек, кто выбрал агрессора и позволил организовать мою жизнь так, что я целиком завишу от него, поэтому без терапии здесь сложно, что при ПТСР, что при депрессии, вообще, при любых таких кризисах, я так понимаю, что ПТСР, это все-таки что-то более глубокое, чем депрессия, или нет? смотря, что мы имеем ввиду по депрессии, если это клиническая, глубокая, там, уже уже фон, многолетняя депрессия, это, не знаю, смотря, чем мельчим, мучительностью, и то, и другое мучительно, ПТСР просто, наверное, более острые проявления имеет, их не заметить сложнее, ну, то есть, реально, у человека флэшбеки, там, панические атаки, серьезные, там, соматические нарушения сна, ЖКТ, памяти, ну, то есть, это более выпуклое, что ли, проявление, и у ПТСР есть все-таки травматическое событие, то, чего мы ведем отчет, да, вот, которые защищаются с войны, люди, которые, женщины, которые выходят из насильственных отношений, ветераны войны, они показывают абсолютно схожие симптомы, потому что пережили они, там, столкновение жизнью и смертью, да, с ПТСР бывает чуть попроще, может быть, работ, потому что ты понимаешь, откуда отчет, а с депрессией можно уйти, вообще, там, это уже, не знаю, в два года ты находишь психотравмирующую ситуацию, и с тех пор идет такой перекос личности. А вот занятия, которые ты проводишь с женщинами, пострадавшими от насилия, примерно, как они проходят, что там вообще происходит, можно об этом говорить? Да, да, об этом можно говорить, там такая, знаешь, это не совсем даже занятие, вот встреча, наверное, более корректное слово, потому что моя задача в том, чтобы приходило как можно больше разных женщин, не потому что мне количественно нужно, да, чтобы это было доступно, короче, порог доступности должен держаться очень низким, поэтому бесплатно мы приходим, встречаемся, садимся в кружок, знакомимся, ну, там, у нас есть определенные правила общения, их очень мало, абсолютная конфиденциальность содержательная, все, что там звучит, да, остается между нами, без этого работать вообще никак нельзя, ну, как и во всей психотерапии, впрочем, и, ну, такое я призываю там к бережности, да, то, что называется бережное общение, его сложно проконтролировать, но все-таки мы стараемся, и предлагаю участницам просто как-то, ну, откликнуться, у кого есть что-то, с чем хочется сегодня поделиться с группой, само вот это вот сборище, солидарность, которая создается просто тем, что вы сидите в одном месте, что вас сейчас послушают, и что твои слова важны, и переживания важны, и этому есть место, она создает такую вот, ну, как бы, такую, знаешь, атмосферу тепла, принятия, и можно чуть-чуть, я всегда призываю делиться чем угодно, можно прийти и поплакать, можно прийти там, поматериться, да, что-то отреагировать, просто, можно приходить с ребенком и просто там поспать тупо, пока кто-то за ним приглядит, то есть, я все время приглашаю группу использовать так, как вам удобно, у нас есть вот два-два с половиной часа, здесь уже я там, хотите, я буду для вас психологом, задавайте мне вопросы про это, если хотите, могу какие-то подавать простые там упражнения на сброс напряжения или еще что-то, а так, пока меня как лифт там не вызовут, я просто, условно говоря, модерирую, смотрю, чтобы у всех было одинакового времени, смотрю, чтобы это было там, опять же, ну, там, бережно, адекватно, да, чтобы не сыпались советы, рецепты, и вот это там у тебя всего лишь, всякое бывает. Дальше, ну, условно говоря, с какого-то момента группа работает сама, просто на сочувствии. По мере того, как участницей появляется больше опыта, растет и вот эта культура общения в группе. Сейчас уже те, кто давно ходит, говорят прямо там, а материться можно, нет? Вы материтесь в своей передаче? Да, отлично. Я думаю, просто ты так сказала, что было ощущение, что ты продолжаешь. На группе тоже спрашиваю, да, 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 можно материться? Да и придет такой, знаешь, там, цветочек, и мы там, конечно, можно. Девочки, если можно, пожалуйста, похуй суйте моего там отца. Рассказывает коротко ситуацию. Если ее запрос такой, мы с удовольствием по кругу и хором, там, типа, в общем, очень гибко в этом смысле. Мы общаемся, откликаемся друг к другу, потом я даю какие-то там, если есть на это запросы, рекомендации. И постепенно у нас выросло такое комьюнити женщин, и меня это жутко радует. Это просто лучшее, что я вижу из динамики многолетней этой группы, что действительно все друг к другу сопереживая, встречаясь, там еще чат у нас есть, учатся взаимопомощи. Ну, как учатся, практикуют взаимопомощь все больше. Я уже смотрю, там одна, другая помогла декларацию заполнить, квартиру бабушки разобрать, или они там съездили вместе из аэропорта забрали, детей встретили. Ну, в общем, подхватывают друг друга девчонки, и это уже происходит без моего участия, и это, конечно, мечта просто, чтобы сестры объединились, и там, где нам не помогают, мы можем справляться сами. Кроме вот этих групп, ты еще сексолог. Я так подозреваю, что даже этим больше зарабатываешь. Нет, все, о чем мы сейчас с тобой полтора часа говорили, это все бесплатно. Или за мои деньги. Зарабатываю я, ну, и сейчас мы такой актуальный интерес, в том числе сексология, ну, как, скорее, семейная терапия, вообще, система семьи, как феномен, то, что с ним можно поделать, ну, и сексология, как один из таких важных составляющих. Я открыл Википедию, и прочитал, что сексология занимается человеческой сексуальностью, и в этой связи я вот хотел спросить, что такое сексуальность вообще? Ой, это тоже такое, на несколько часов. Сексуальность это такая совокупность наших там индивидуальных черт, генетически, биологически, то есть, да, культурно, социально обусловленных, которые вот составляют, такая мозаичка из всего, что мне дано природой, или там, генетически передано, да, из всего, что я насобирала там в период взросления, во время воспитания, из всего, что передали мне родители, из всего, что, из всего опыта, который я сам собрал, лично сам с собой, там, взаимодействие с другими, все, что связано вот, ну, с половым влечением, с любовью, с романтическими, эротическими отношениями, то есть, сексуальность в широком смысле это мои отношения со всем, со всем вот этим вот пластом, да, и там все, включается от гормонов и, не знаю, там, условно говоря, половой конституции до того, что я съела вчера на завтрак, с кем я живу, с кем был первый поцелуй, что говорила мама по поводу всего этого, ну, вот такая очень комплексная, широкая история. И вот, сексолог, чем ты занимаешься как сексолог? Я помогаю получать радость от секса, получать радость от романтических отношений, идти в глубину этих отношений, помогаю разбираться со страхами. секс, это такая сверхценная для нас сфера отношений, для каждого из нас, да, там, вот их несколько есть, там, родители, супруги, деньги, секс, это то, что обязательно, ну, так или нет, шумит, там всегда что-то происходит, независимо от того, там, есть у меня прямо сейчас конкретно, там, сексуальные отношения с кем-то или нет, да, мои отношения с сексуальностью существуют всегда, моё либидо существует всегда, если они в коме. соответственно, что бы там ни происходило, оно так или иначе проникает в другие сферы. Не может быть так, что у меня сексом, там, ну, что-то совсем не очень сейчас, а везде вообще всё классно, коммуникация, зашибись, там, в семье спокойно, нет, это всегда сказывается. То есть, такого не может быть. Просто вот есть же какие-то группы людей, там, какие-нибудь монахи, ещё что-то, которые как будто отсекают вообще это от себя. Нет, я не говорю, что это обязательно опасно, вообще-то вот, ну, как бы, отсутствие секса не опасно. Из всех наших физиологических потребностей это единственное парное. Нам для всех остальных, там, с ума говоря, пописать, покушать, поспать, нам не нужен второй человек, нам только для секса нужен второй человек. Это, ну, как бы, обусловлено природно, эволюционно, так есть, да. И это, опять же, единственная физиологическая потребность, которую мы можем, ну, так вот, манкировать при желании. И ничего не будет. Вообще-то, ну, достоверных клинических данных о том, что, клинические достоверные данных о том, что там, воздержание чего-то тебе как-то навредит, ну, с точки зрения, опять же, физиологии, ну, точно нет. Нету таких данных. Не хочешь, не занимайся сексом. Другое дело, что это, опять же, не может не сказаться на особенностях личности. На твоём характере, на застрении определённых черт, на, ну, там, поведенческом пути, который ты выбираешь, да, естественно, его наличие, его отсутствие, его качество, его количество секса сказывается на том, кто ты есть. Как ты, с кем ты себя идентифицируешь, как ты в этой жизни себя чувствуешь, кого ты выбираешь, там, в спутнике по этой жизни и так далее. Поэтому к монахам с точки зрения здоровья, наверное, вопросов нет. С точки зрения, может быть, даже с точки зрения психической нормы, там, условно, тоже нет. А вот особенности, какие-то акцентуации, характер, конечно, будут. Поэтому, опять же, делая два шага назад, чем я занимаюсь как сексолог, помогаю вернуть или обрести, или выстроить, или разбудить, или принять вот эту всю совокупность. Что для меня такой секс, что я могу с ним делать, почему я могу там действовать свободно, как и все сверхценные наши такие сферы, все это окутано там мифами, страхами, ужасами. Да, это вообще одна из самых табуированных тем, особенно в нашей культуре. хотя вот тоже не поймешь, потому что вроде как... Вроде повсюду. Да, вроде повсюду, а как там о чем-то поговорить и куча такое впечатление, что попадаешь сразу на какое-то, не знаю, поле, в котором в каком-то хаотическом порядке какие-то заборы, заборы, заборы. Да, внезапная откровенность, снова забор. Да, есть такая история, в этом такой парадокс современного культурного окружения, потому что вроде он повсюду, а вроде мы еще не так далеко ушли от того, что у нас его нету совсем, да, там конкретно у нас в стране. Вроде нам там, ну, не знаю, моим еще ровесникам успели родителям жить, я вот успела там без интернета как-то вырасти до пят... без мобильного интернета, по крайней мере, лет до пятнадцати вырасти, я как-то более, наверное, приверженная. Вот сейчас люди, которым там по 20-25 лет, они выросли уже на интернете, более информированные изначально, у них это более нормализовано, у нас более табуировано. Короче, табуированность нам по наследству досталась, причем не только от Советского Союза, от тысячелетий просто, запрет на женское наслаждение в сексе и какую-то свободу, вообще сто тысяч, сотнями тысяч лет. даже еще с какого-нибудь женского обрезания начинается. Это вообще начинается еще из... Это, во-первых, начинается с биологии, с гормонов, да, там, действительно у нас мы заточены на то, что в период, например... Короче, это эволюционно обусловлено. Это еще с пещеры начинается. Нечего шастать, баба, сиди, там соблизуй быть тигр, тут дети орут, как бы... Это было, ну, эволюционно обусловлено, поэтому это никуда не... У животных так. Если что-то у животных так, с этим бесполезно бороться. У птичек... А что у животных так? Ну, вот эта история, что там женская сексуальность сложнее, а секс для женщин сложнее, более, там, больше факторов, которые на него влияют, и некая такая женская большая закрытость в этом смысле, избирательность, скованность, она продиктована эволюцией. потому что, ну, там, женщинам и самкам вообще нужно предпринимать, нужно было всегда, по крайней мере, и животным до сих пор предпринимать больше усилий, чтобы секс, условно говоря, не был для неё опасен. Секс — это опасно. Да, ну, и при этом есть какие-то, если брать архаические какие-то стереотипы, мне кажется, что они все примерно такие, чтобы, не дай бог, женщина от секса удовольствие получила. Да, 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 проститутка. Ну, и опять же, если мы посмотрим культурно-исторически на это, то понятно, да, получает удовольствие от секса, значит, будет похотливая, скорее всего, куда-нибудь пойдёт, а я потом буду воспитывать её детей. Это всё завязано тоже, опять же, на там, я, значит, 20 лет буду кормить чужое семя, а нам эволюция говорит, не-не-не, чувак, или своё, или там максимум родного брата, да, но точно не чужое. То есть, откуда это всё взялось, понятно. Почему до сих пор живо? Ну, блин, потому что много тысяч лет мы жили так, сто лет, условно говоря, назад вдруг некоторым, там кто-то раньше, кое-кто в Китае, кое-кто в Индии, да, но всё-таки точечно, сто лет назад вдруг внезапно оказалось, что подождите, подождите, существует женский оргазм. Потом постепенно его важность растёт во всём мире, да, что, да, я просто не понял, никто не знал о женском оргазме 200 лет назад, или об этом не говорили просто? Знали, но не говорили, потому что, ну, не знаю, кошка иногда чихает, устала, иногда отваливается ножка, баба иногда случайно может кончить, но это как бы ни на что не влияет, это не принципиально. Всё-таки к женщинам во многих культурах в большинстве чего там отношения такое более функциональное, и функция её не в том, чтобы радоваться, не в том, чтобы проявлять инициативу, и не в том, чтобы там что-то себе ещё, ну, там, случайно где-то кончила, окей. Шлюх, наверное, ну, главное, с дома не выпускать. Потом, ну, вот, как бы, с развитием в том числе феминизма там первой волны, да, романтизма в культуре, в литературе, в искусстве, вот этого всего, такого там, по чуть-чуть гуманизм привёл к тому, что выяснилось, что вообще-то это нормально, потом выяснилось, что это даже, может, и полезно, а это очень полезно, оргазмы женщин так же полезны, как мужчинам. А потом, ну, на самом деле, всё ускорилось, когда вдруг стали говорить мужчины и женщины, больше мужчины, стали говорить, писать о том, что вообще-то мужчины больше получают, если женщина рада. Вообще-то, это, ну, там, запас радости, вообще рекреационный, там, восстанавливающий от секса, когда вам обоим приятно, в разы растёт. Вообще-то, у вас контакт улучшается, у вас отношения улучшаются, у вас там вопросиков поменьше друг к другу. Как говорил мой наставник, хороший оргазм экономит мужчине, там, до трёх букетов в месяц. И это правда. До сих пор так. И я так понимаю, сексуальное просвещение, оно у нас подавляется всеми силами. что можно, я не знаю, что можно с этим делать? Бороться. Бороться. Бороться за право ребёнка получить, ну, хотя бы за шансы ребёнка получить правильное, полное, адекватное представление о том, что секс – это классно, что любовь – это классно, что это не страшно, ну, типа, что есть риски, они вот такие, вот такие, что нету страшилок, что есть помощь, что это не обязанность, что это не стыдно, что нету никаких особых там, ну, конкретных правил, кроме тех, которые в уголовном кодексе прописаны. Ну, то есть вот такие вещи передавать ощущение, ну, не ощущение, а такое отношение к сексу, как к замечательному, безопасному, полезному, вообще-то весёлому мероприятию, не как к нагрузке, не как к обязанности, не как к показателю, какой ты человек, не как к какому-то там моральному, это самое, да, поплавочку, который там понижается, как только ты себя что-то позволил, то есть такое, раскрепить чуть-чуть, да, это очень редко происходит, потому что до сих пор там ко мне приходят, хотя казалось бы, ну сколько там уже последние, не знаю, 30 лет, вроде мы свободно про всё болтаем, и повсюду, вообще про секс отовсюду звучит, но тем не менее, ко мне приходят там на сессию, девушка, не знаю, 25 лет, у них уже родители там вроде уже не в Советском Союзе выросли, приходят и рассказывают, что, не знаю, условно говоря, когда началась первая менструация, она испугалась, потому что ей мама не рассказывала, это было табу, менструация табу, не секс, не члены, не оргазмы, а вообще всё, что вот про это, руки на одеяло, мастурбация наказуем, просмотр фильмов наказуем, детские игры, вот недавно у меня была консультация с воспитательницей из детского сада, у которой там, значит, родители взбунтовались, потому что четырёхлетний мальчик там отвёл пятилетнюю девочку в кусты, они там письки друг другу показывали, все в вузу, а, нет, он отвёл мальчика, во, особенно мне эта история запомнилась, потому что мальчик мальчика, и, значит, родители чуть ли не потребовали увольнения воспитательницей, в чью смену это происходит, потому что, во-первых, озабочены, во-вторых, как бы явно из этих, почему мальчика, главный вопрос, да, возник, типа, почему девочку, хотя и пришлось проводить, ну, такую работу сначала с воспитателем, а потом ещё там был небольшой вебинар с родителями о том, что вообще-то психосексуальное развитие подразумевает интерес, в том числе, к половым органам, в том числе, к тому, а почему вас нету, а у нас есть, или наоборот, а зачем там, а у меня что, вот, поэтому такая работа с родителями изначально, с учителями, вот, со всеми такими, да, с теми, на ком лежит ответственность за это воспитание, это тяжело, двигается у нас плохо, сейчас снова откатило назад, чем больше растёт роль религии в обществе, тем ещё дальше откатывается, чем больше закрывается, там, не знаю, людей в тюрьмы за изображение половых органов, тем больше это закрепляется назад, то есть, там, вот, где-то в 90-х, 2000-х, в начале 2000-х был скачок вперёд, не во всём, но вот в этом смысле можно было говорить, печатались книги по половому воспитанию, у меня было в школе половое воспитание, ну, всё-таки прикольно было, диафильмы показывали, там, что-то туда-сюда, а так, или приходит семья, адекватные, хорошие, взрослые, развитые ребята, и мы начинаем говорить с семьей про секс, а у них нету языка, потому что у одного дома это называли пищун, а у другой дома это никак не называли, и они там, а-а-а-а, и, ну, работа происходит в том числе на то, чтобы давайте, ребятам, ну вот, таких родителей адекватных, которые сейчас детям сразу говорят, там, это член, да, это клитор, он есть у девочек, там, и это классно, это локоть, это ухо, это клитор, такое редко происходит сейчас, и всё-таки, там, типа, крантики, вот это всё, и потом действительно женщина к тебе приходит, там женщина и говорит, я никому не могу отдать свой цветок. Женщина, будешь называть своим цветком, как бы никто ее не возьмет. Я буквально, кстати, вот несколько дней назад, когда, собственно, готовился к интервью, мне впервые пришло в голову, ну, то есть я прочитал, а потом действительно задумался о том, что, да, там, этика, то есть есть просто там этика, есть какая-то, ну, то есть сексуальная этика, она же тоже существует. Конечно. Вот какая, по-твоему, должна быть нормальная сексуальная этика? Да, ничем не отличается, такая же, как и везде. Как ты относишься к человеку, которого ты любишь и выбрал рядом с собой? Ты его хочешь радовать, ты его не мучаешь, ты не прибегаешь к своим каким-то, там, к своей власти для манипуляций, ты не пользуешься уязвимостью человека. физически или психологически, не важно. Ну как, не бей по-больному, поддерживай классно, радуй, ориентируйся на реакцию, прислушивайся, относись симпатически, сочувствуй, слушай и смотри на реакции. А я видел, что пару лет назад ты делала небольшой видеопроект тоже, посвященный как раз-таки мифам существующим о семье, о партнерских, да, скорее даже, отношениях. А как тебе вот опыт? Почему ты решила делать этот проект? Ну это вот как раз мой сегментик борьбы за то, чтобы люди могли получать адекватную информацию, чтобы могли вообще, ну там, откуда-то слышать и привыкать к мысли, что нормально хотеть секса и не хотеть секса, нормально говорить о нём, нормально иметь свои тайны, нормально, что, ну не знаю, что ты меняешь свои отношения к чему-то, да, нормально, что ты долго чего-то не знал, а потом узнал и такой, да ладно, блин, ладно, просто, ну, как бы, такое бывает. Мы там так или иначе со своей, ну по-хорошему, что ли, такой невежественностью всё равно столкнёмся, потому что нельзя знать всё про секса точно, это там бесконечно мирное направление. Мифы я очень люблю, потому что вроде, вроде их нету, вроде все такие умные, вроде, опять же, открываешь там соцсети, открываешь интернет, всё вроде чётенько, разговариваешь с человеком, а там вообще поехали, оргазм должен быть одновременным, норма секса каждый день, или там нормы секса раз в год, у мужчины всегда, значит, должно быть вот это, вот это и вот это, и вот столько, женщине надо вот это, а вот это точно нельзя, это вредно, это опасно, ну, короче, полная какая-то... А какие, вот если там несколько выбрать самых распространённых и тех, которые, очевидно, с твоей точки зрения не верны, то есть, ну, мифы в полном смысле этого слова? Что секс должен оставаться таким, как был в первый год знакомства, что секс должен быть спонтанным, и если не требовать усилий, это не так, что несовпадение условно там каких-то конституций или несовпадение ритмов не лечится, что всё там, ему надо больше, мне надо меньше, или наоборот, да, всё расходимся, что женщинам не нужен секс, миф, что мужчинам не нужен секс, миф, что нормально не получать оргазм во время секса, миф, нет, не нормально, нормально с оргазмами, хотя бы иногда, что, да, всё что угодно, что женщине нужно очень долго, это миф, что брак убивает секс, это миф, что, не знаю, там, секс без любви плохой, это миф, короче, вся вообще вот эта история, любая универсализация здесь, это мифы, что существуют медикаменты, способные увеличить влечение, это миф, нету такой, вот эти афродизиаки, это всё... Есть препараты, которые могут повышать, там, устойчивость уже возникшего возбуждения, возбудить тебя вот так вот, да, это происходит всё-таки, да, в голове, и поэтому, ну, там, можно простимулировать, особенно, там, прикосновением к половым органам, но вот ароматом издалека, типа, пиу-пиу, чтобы это сработало, и были, ну, опять же, клинически доказаны, какие-то результаты, но такого нет. Что с презервативом неприятно заниматься сексом, это миф, что хороший оргазм у женщин только после родов, это миф, что после климакса нет секса, это полная хрень, что есть такое возраст у мужчины, когда у него эрекция, просто, просто кончилось, и всё, как бы, мужчине, там, знаешь, как помнишь, раньше были телефонные раскладушки, у них был лимит, там, 10 тысяч открываний, вот у мужиков, значит, 10 тысяч стояков на жизнь, ай, ведро спермы, там, да, что-то такое... Вот нет такой фигни, действительно, эректильная дисфункция начинает, там, чаще проявляться у мужчин в возрасте, но это не самостоятельные, там, сопровождающие фичи старости, это чаще всего, ну, там, коморбидные явления, то есть, последствия других физических, физиологических отклонений, и я видела мужчин, которые в 70 и в 75 сексуально активны, если нет ничего, что этому препятствует, вполне возможно. Слушай, а вот возвращаясь к видеопроекту, я посмотрел, там всего 5 выпусков было, да? Да, мы сами заскучали и прекратили. Мы его запилили, когда началась первая волна пандемии, все оказались по домам, у меня тогда весь мой там терапевтический приём, условно говоря, разделился на две большие группы, тех, кто остался один дома и охренел, и тех, кто остались семьёй дома и охренели. И, поскольку мы тогда, сейчас это уже подзабылось, но тогда мы, правда, много времени сидели дома, и там, редко выходили на улицу, и всё делали вместе, это, конечно же, сказалось на отношениях, это не разогрело людей в плане там страсти друг к другу, наоборот. Поэтому все трудности, которые обычно, ну там, как-то фоновые, ну не очень быстро проистекают, там слабая динамика, если происходит какой-то толчок, неважно, это война, пандемия, утрата, там, ну любое потрясение, они обостряются, где тонко, там рвётся. Ну, то есть, сейчас, наверное, тоже много и семей, да, конечно, да, всё то же самое, о чём мы с тобой в первой части говорили, да, на улице страх, ищи дома страх, на улице агрессия, ищи дома агрессию, и наоборот. Видишь агрессию, ищи страх, видишь страх, ищи агрессию. Это суть, вообще первопричина всего, что мешает нам. Но, конечно, когда вне происходит такое, что просто целиком вторгается в умы, там, и в сердца людей, конечно, это будет сказываться на всём остальном. Ну да, и это вот на самом деле, я не знаю, у меня есть совершенное ощущение, какого-то того, что это как будто бы государственное насилие, причём вот с отчётливым сексуальным подтекстом, вот всё это там нравится, не нравится, торпимая красавица, и вот просто вот оно так как-то происходит. Что вообще в этой ситуации делать? Крепчать. Это маразм крепчает и нам крепчает. нас ебут, а мы крепчаем, просто продолжая твоё, это самое, сравнение с тем, что, может быть, да, есть, наверное, можно и так посмотреть на происходящее, да, что у нас в неприличной позиции, без спроса, самым унизительным способом и нас, и тех, и этих, если ты остаёшь, ну, выбираешь там, сейчас, по крайней мере, оставаться здесь и что-то делать, работать, ну, значит, надо крепчать. Как-то несколько раз у нас в разговоре уже проскальзывало именно вопрос про лексику, и вот в разговоре о сексе я сам, например, чувствую, что мне зачастую сложно подобрать слова, потому что, ну, вот как-то нет такой привычки, то есть, что с этим делать? Садишься перед зеркалом, говоришь, у меня член, у членов головка, из него выделяется смазка, и вот много раз повторяешь, ну, поведенчески, на самом деле, преодолевать. Если в отношениях, это бывает там еще сложнее, чем одному, поэтому, ну, там, одному можно с друзьями попробовать, говорить, просто много-много раз это сказать, и все. А с партнером можно, ну, там, написать, обменяться карточками, поиграть в какие-то игры, поиграть в игры. Я обычно, если, там, какое-то небольшое вступление в семейную, там, семья приходит, первый, второй раз именно с сексологическим запросом, я ему могу дать домашнее задание, 30 синонимов к члену, без мата причем, и 30 синонимов к вагине, вот, и начинать, это вообще просто ржака, это расслабляет, снимаешь с этого немножечко, напряг, уже и сам не хочешь. И элемент сакральности тоже пропадает. Конечно, конечно, да, да, запрещенности, сакральности, это же все тоже оттуда, там, руки на подушку, ой, на одеяло, не трогай писюн, вот, об этом говорить стыдно, да. И вот это, да, менструации, вот это, то, что это в древности считалось, что в это время женщины нечиста, да, там. Недавно, кстати, на одной из повышений квалификации, я вдруг выяснила, почему так, потому что это же действительно и в аудаизме, и в христианстве, и в исламе, ислам там более молодая религия, но тем не менее, во всех этих древних религиях, ну, там, те, которые называются аврамические, да, менструирующая женщина, это как бы табу, харам, и нельзя прикасаться. Почему? Потому что, еще, еще, еще древнее, 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 назад в пещеры, если мужчина занимался сексом женщина во время менструации, от него пахло, кровью, а она отреагирует дикие звери, больше, чем на пот, больше, чем на, поскольку человек, как вид физически, слабее почти всех, кто там еще есть на земле, кроме насекомых, то прятаться было его основной стратегией, поэтому у нас и психическая, как бы, защитная функция первая, спрятаться, и физическая, там, отскочить, потом посмотреть, и вот эти все штуки, они, вероятнее всего, проникли, там, в протокультуру, в древнюю культуру, именно отсюда. Я еще подумал о такой штуке, ну, я не знаю, это просто тоже совершенно недоработанно, ну, даже не особенно хорошо сформулированная гипотеза, но есть, да, вот сейчас много говорят, например, вот о там, о каком-то там фалоцентризме и так далее, и просто там, например, тоже складываются такие ситуации, что женщины, там, например, считают, там, как-то дотронуться до члена тоже каким-то оскорбительным для себя, то есть, может быть, это тоже связано с каким-то вопросом власти, я вообще хотел, то есть, как сделать так, чтобы члены вагина из инструментов войны стали инструментами наслаждения? Сначала выбираешь человека, а потом говоришь, трогай меня за член. Да. Трогай. Сухо сделай вот так, вот рассказываешь, как тебя приятно трогаешь, вот так вот сделать, ну, как бы себя начать, естественно. Действительно. А по поводу того, что это там символизм, естественно, так если все культуры, там, не стать, 95, наверное, процентов, не скажу точно, все-таки были патриархально ориентированы, там, так ты посмотри, там, вот эти все посохи, жезлы, там, скрипитры, ракеты, ну, естественно. Столы даже у некоторых. Да, 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 наличие члена и власть, это абсолютно связанные для нас, как бы, ну, обусловленные культуры, истории, связанные явления. Поэтому все женское, это типа слабости, поэтому и вот это все слабый пол, а это все про силу. Но при этом, вообще-то по логике, если сейчас продолжать мысль, то для женщины, наоборот, должно быть интереснее и желательно поддержаться за член, потому что власть это хочется, поуправлять-то хочется. Ну да, тем более, если считать, что это в общем члены вагина равноправны, то как раз... Равноправны, историческое, биологическое детерминанты секса. А что делать? Всегда одно и то же. Бери вот так, берешь начал человека, который тебе нравится, который согласен, это самое, совершеннолетнего. А потом рот ему говоришь, половые губы у тебя очень красивые, дай-ка я поделаю вот так, а так тебе хорошо или плохо, вот так вот. А ты же еще, я так понимаю, гендерный психолог. Ну, я один раз перевела книжку по гендерной психологии, потому что там по своей средней... У меня три образования, три специальности. Я философ, училка, а потом психолог. Ну, это в смысле вот по дипломам. И я там шесть или семь лет преподавала английский язык. Я английский знаю хорошо. И где-то вот на переходе я там вписалась и перевела книжку по гендерной психологии. Так называется «Может ли гендер меняться?» Продаете видео. Такое интересное исследование о том вообще, про все, про переодевание, про мужеподобных женщин. Ну, короче, про то, что называется гендерфлюид. Есть у меня я в какой-то момент окончила курс по работе с ЛГБТК и все, что туда входит людьми, парами и так далее. Но не могу сказать, что прям вот гендерная психология это моя история. Моя все-таки такая более интегративная. А что друг с другом-то делают гендеры? Вот мне, кстати... Мне отношения интересные. Мне то, мне очень нравится английский язык. И мне на самом деле гораздо больше нравится вот то, что в английском это как там make love, чем заниматься любовью. Потому что, ну, как-то делать любовь, это вроде, не знаю, как-то лучше звучит, что ли. Можно сказать, предаваться любви. Предаваться любви, это случай классный. Да, да. Ну, у нас, видишь, немножечко такая, немножко у нас неуклюжая, неповоротливая терминология относительно секса, но все-таки легче сказать кандом, чем презерватив. Да? Да, да. Ну, и разные другие такие вещи. Все это часто связано там с какой-то полумедицинской какой-то сферой. Не секси, терминология бывает не секси. А бывает и секси. Вот если, ну, на самом-то деле в слове ничего нету, да, такого. Ты там, дело в отношении к этому слову, дело в том, что у тебя с этим связано. Потому что, ну, опять же, мой опыт показывает, что если женщине, которая, не люблю это слово, но, словом говоря, проработала, да, какие-то свои замычки, страхи там или еще что-то, сказанная прямо фраза «возьми член в рот», она ее может возбудить сильнее, чем там что-либо еще. А в начале этого пути она ее пугает или звучит неприлично или там такое. Русский язык еще, он такой, знаешь, очень ненасказательный, очень невротизированный, там, кто-то кому-то отдается, кто-то кому-то что-то отдает, вот это вообще ну, как бы такое. А язык все-таки формирует наше мышление, мы состоим, все наше сознание состоит из языка. и если нам десятилетиями, столетиями говорили, что надо кому-то что-то давать, то, естественно, женщина не замечает, то вырастает с ощущением, что у нее что-то сейчас заберут. Я как бы не хочу ничего отдавать, я, может быть, тоже что-нибудь взяла бы, а мне бы кто-нибудь бы отдался, не знаю там. Вот, поэтому с языком на самом деле все нормально, давай там, типа, вместе мы помастурбируем, может быть красивой фразой, если вы это говорите откровенно, дело в заряде, которое вы вкладываете туда. Ну, или можно придумать свой язык, вообще пофигу. Я стараюсь всегда подстраиваться под язык, там, клиенту, условно говоря, если он приходит и говорит хуй пизда ебаться, то, значит, мы этими формулировками пользуемся вообще, ну, хоть как, а если там любиться, вот это все, окей, значит, любиться. Кто-то говорит, шпакаться. Я стараюсь держаться нейтральной, ну, как бы, короче, в словах нагрузки нету никакой оценочной. у нас просто кажется, что еще издавна очень большая какая-то магическая власть слова сохраняется. Ну, опять же, это еще одно направление для исследования этимологии всех этих слов, да, там, ут, которым назывался член, это вообще прекрасный корень, там, удача, вот это все. Вообще-то, изначально это была позитивная мощная такая коннотация, потому что все про власть. Я, насколько знаю, что ут и срамное место. Срамное место, да, да. Срамные губы фигурируют в сексопатологической литературе вплоть до 80-х годов. Срамные губы. 20-го века. Да, 30 лет назад еще это были срамные губы. Ну, по-фигеть. Ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Продолжение следует...